Добрый день, я очень признателен за такое предложение выступить в этой аудитории. Я бы хотел рассказать о... Ну, сначала давайте вернусь немножко в историю. В 2017 году мы делали... Да, я представляю ООО Техлаб, мы программисты. Мы пишем информационные системы. Как правило, мы занимаемся онкологией вообще. Да, соответственно, в детскую онкологию мы врываемся очень редко, эпизодически. И, конечно же, огромное желание помочь тому, что происходит на наших глазах. В 2017 году мы проводили экспериментальную такую попытку внедрения регистровой платформы для пациентов детского возраста на базе Архангельской области, Архангельской детской клинической больницы и Центра радиорентгенологии. И я должен повторно выразить благодарность Ивану Александровичу Турабову и Ольге Григорьевне Шлотковой. В этом пилотном проекте мы внесли 50 пациентов в попытке оценить, насколько эта система... Она очень нравилась взрослым онкологам. Она очень нравится, как правило, когда демонстрируешь ее возможности. Особенно она увлекает тем, что глубоко и подробно можно описать клинические перипетии, подробности лечения и иметь доступ к этим результатам из разных мест, куда попадает один и тот же пациент. Но одним из... Никаких нареканий, собственно говоря, к системе нет. Она может сделать то, для чего она предназначена. Внести информацию туда можно бездонное количество. Но на практике воспользоваться этим практически невозможно. Очень трудоемко внесение информации оказалось. Мы сами пробовали это делать. На серьезного, загруженного пациента с длинной, сложной патологией, длинной историей лечения у нас могло... Два пациента на рабочий день получилось. Это фактически блокирует любые возможности предлагать эту систему по практическому применению. Соответственно, мы и так понимаем, что это новые требования. Для нас это был неожиданный совершенно результат. Поэтому, опять-таки, мы работаем в области всех хронических заболеваний. И мы пересмотрели свою концепцию и поставили во главу угла возможность выбрать руководителю здравоохранения, который, собственно говоря, предлагает этот регистр, между минимальным объемом вносимых данных и максимизацией этого объема, чтобы можно было получать больше информации, выбор между большей информацией или меньшей трудоемкость внесения этой информации. Мы проконсультировались, и Максим Юрьевич еще тогда сказал, что есть регистр минимум. Вот минимум-миниморум, без которого совершенно невозможно обходиться. И он содержит в себе совершенно считанное количество параметров. Дальше вопрос оптимизации. Можно наращивать какую-то параметризацию, но без вот этих вот данных совсем нельзя. Соответственно, эту информацию можно получить из буквально двух документов. Есть выписка пациента после госпитализации, и она содержит почти всю информацию здесь, которая нужна. И чего не будет, если работать только по выпискам из стационара, это не будет пульса диспансерного наблюдения, когда пациента видели последний раз у врача. Соответственно, минимальный регистр будет заключаться в том, чтобы туда складывались выписки, и крайне желательно, чтобы туда попадала еще информация об абулаторном приеме. Соответственно, мы сделали платформу, новую платформу. Мы предлагаем ее много куда. Она называется онкопаспорт. Вернее, она называется мультипаспорт, потому что в ней работает и ревматология, и эндокринология. Для онкологии у нее очень особенная версия – это онкопаспорт. Эта платформа сейчас будет внедряться, она внедряется, уже подписаны соответствующие государственные контракты в Санкт-Петербурге в качестве электронной медкарты петербуржца в разделе «Онкология». Она в Ленобласти также будет, тоже госконтракт существует. И я пришел сюда, чтобы предложить воспользоваться возможностями этой платформы для детской онкологии. С учетом того, что я уже сказал, о минимизации труда врача, о минимизации ресурсной потребности региона, ввиду того, что по опыту той попытки в 2017 году, когда обращаешься к руководству чиновникам здравоохранения по поводу чего-то педиатрического, ресурсов не находится. Ресурсов очень мало. Предлагают справляться самим. Так вот, у этой платформы есть вариант, в котором ресурс минимизирован потребный. Получаем не очень много информации, зато мы получаем возможность работать. Самый нагруженный проект на платформе «Онкопаспорт» в области онкологии будет подразумевать автоматическое попадание в эту базу данных всех медицинских первичных документов из всех медучреждений региона, их обработку и представление в виде онкологического кейса. И туда будут входить и выписки, и данные популяционного регистра, и медицинские свидетельства о смерти. Пациент умер в одном стационаре, те, кто вел его амбулаторно в другом медучреждении, будут в курсе о том, что это произошло, и, соответственно, могут принимать это в расчет не только в своей практической, но и в научной деятельности. Это заключение морфологов, лаборатория вся практически. Соответственно, в максимальном наполнении такое программное обеспечение, оно достаточно могучее. А в минимальном это получается, ну совсем минимум, это внесение, вот я показываю, как выглядит окошечко этой системы, видите, что она автоматически получает, это взрослый вариант, в данном случае рак ободочной кишки, показан у пациента, все первичные медицинские документы, пролетая в системе здравоохранения, автоматически регистрируются, система анализирует, расставляет их в нужном порядке, выковыривает из них самые значимые параметры, ну морфологический код, стадия, если она указана по нужной шкале, раскладывает эти документики, автоматически выстраивает этапность, подозрения, диагностика, лечение. Если есть информация в документе, если, например, выписка из стационара составлена достаточно подробно, она может показать, что это было там предоперационное лечение, а это был этап хирургического лечения и так далее, диспансерное наблюдение, она может это все разложить автоматически, ну, разумеется, в тех случаях, когда она в курсе об этом диагнозе. Соответственно, для детской онкологии можно предложить вариант совершенно минимальный, который будет ориентирован на минимизацию потребных ресурсов. Это участвовать будут врачи, в первую очередь стационарный врач, его единственная обязанность в этой ситуации, когда ему надо вложить туда некоторое количество информации, это зарегистрировать там выписку пациента. Не очень понятно. Да, мы можем предложить вариант внесения информации об амбулаторном приеме. На основе 30-й формы ракового регистра, она, раковый регистр, странная штука, он никому не приносит пользы, поскольку он только берет информацию и редко ее отдает, но если посмотреть, информационная модель пациентская, заложенная в него, она здравая. И, соответственно, формы, которые там существуют, они спрашивают то, что нужно спрашивать. Поэтому мы с удовольствием пользуемся составом этих форм. И 30-я форма талона диспансерного наблюдения из состава 135-го приказа еще 1999 года, она достаточно информативна. Поэтому у нас сейчас собран вариант этой платформы, которая может принимать информацию по этим двум типовым формам. И можно очень несложно дополнять, расширять эту информацию, расширять состав документов, которые система готова взять. Это может быть анамнистический опросник, если ситуация, если пациент впервые попадает в поле зрения регистра, уже не в начале своего пути. И это может быть катамнистический опросник, если такая задача вообще существует. Но это уже, так сказать, это уже дополнение. Базово смысл в этом явлении, в этом способе эксплуатации регистра, он уже образуется просто даже от выписок из стационара. Соответственно, чтобы можно было использовать это в реальности, на практике сегодня, грубо говоря, нужно определиться, где будет храниться эта информация. Соответственно, наше мнение в этом случае правильно договориться с НМИЦом профильным. Это может быть, вы знаете, что у трех НМИЦов есть свои территории закрепленные. Проще всего сговориться со своим. Это, наверное, дело все-таки главного внештатного специалиста в большей степени, чем главного внештатного специалиста именно округа, чем людей, которые работают с этой частью из региона. Но, тем не менее, вот в НИИ Петрова, например, я уже предварительно осведомился, возможно ли такое явление, предоставление мощности НИИ для такой цели. Мне сказали, что это вполне реалистично. Я говорил в данном случае с господами Комаровым и Киевом Васильевым. Это возможно. Технически это возможно. Вариант юридической расстановки, как это реализуется. Да, должно быть какое-то соглашение. О деньгах здесь речи нет. Мы помним, как это было в 2017. Никто ни о каких деньгах в данный момент вообще не говорит. Это некий срок, в течение которого вы можете пользоваться этим программным обеспечением, заносить туда данные. В любой момент вы можете изымать оттуда данные, то есть сохранить их для себя. Мы не можем гарантировать бессрочную до победы коммунизма эксплуатацию. У нас просто нет такой уверенности. Это обязательно с точки зрения юридической. Должен быть срочный какой-то контракт. Он может продлеваться. В нем нет денег. Но тем не менее, какое-то юридическое соглашение должно быть. Скорее всего, это речь будет идти о присоединении регионов в виде конкретных медучреждений к какой-то инициативе. Соответственно, необходимо в информированное согласие, которое берется с пациентов и их представителей, включить обработку этих данных в соответствующем МИЦе. Если там этого сейчас нет. Собственно, все. Требований больше никаких нет. Собственно, это все, что я хотел рассказать на сегодняшний день. Это пробный шар. Это для продолжения разговора, если он кому-то интересен. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...